Калисто на тотайших землях Вот это вот мой дом, в котором я родилась Этот дом построили мои родители, мама с отцом Когда-то, еще когда не было границы, отец с бабушкой купили здесь старый дом на хуторе Новодель В этом доме у них родилось у дедушки с бабушкой четверо детей Всем они построили дома Этот дом побудованы на суперокусим обставинам У той час, калі людзей з хуторов якраз вымушалі переселяцца ў вёскі Хотя в то время, когда строили этот дом, на хуторах было запрещено ставить дома Мама работала в сельском совете И вот этот дом построили Потом они еще заплатили штраф за то, что построили вот этот дом именно здесь То есть его можно было просто сложить здесь, а перевезти куда-то в другое место поставить У гэтым домі яна народілася Ацюль паехала вучыцца ў горад І навыц прабавала там застацца Ну я тоже какое-то время уезжала отсюда, потому что училась техниками Потом поехала по распределению в Витебскую область Там прожила какое-то время, ну и так сложилась судьба, что мне пришлось вернуться сюда-обратно Дом я ей не быта чакал Великий, утульный Различны не тое, что на одну семью На некольке я ей покаленью Это у нас кухня Ну вот две печки То есть печное отопление Вода у нас только в колодце То есть, ну телефон у нас есть Вот здесь это гостиная комната То есть у нас часто бывает много гостей Приезжает и город наш, сестры, ну и так у нас, мы очень гостеприимы Вот это вот моя комната Ну когда приезжает слишком много людей, то есть, ну, то делимся Да, потому что спальных мест много Место хапает усим У гэтым доме зауседы рады гостям У нас нет такого разделения, что вот это вот я здесь живу, а там сестры живут в городе То есть на выходные все приезжаем сюда То есть это вот наш родной дом То есть мы все дружим, все дети вот приезжают Там бабушкины, внуки Вот, ну, кроме того, у меня есть дочь Зять и внук И хоть дети бывают тут только гостями, есть особный покой и для их Вот, это вот их комната Комната дочери, а теперь комната ее мужа и ребенка, скажем так Это вот отдаленная комната, то есть если дети хотят дольше поспать, то есть они закрылись И там уже ходят, а здесь они спят Стало проживать у доме только две жанчины Мать Енефы, Ядвига Станиславовна, облюбовала для себя суседство с Великой Печкой Хожу, телевизор гляжу Мне заботятся обо мне Тем более, что я на Вот, приезжают с города Две дочки мои в городе Все приезжают Дочки, зять, внуки И все обо мне заботятся А мне уже осталось Здесь до завтра Семьдесят семь, как-никак Сама Ядвига Станиславовна не хуторская, родом с суседней везки Я сама родом с Радзевич Это вот где-то километров четыре отсюда Но свадьба наша была в 61-м году И вот он работал трактористым, на комбайне работал Господа ранее стало 400 годзе тому А для Яе, по ранейшому, не быта учора Он приехал домой, ему стало плохо Он на тракторе поехал качать навоз на коровник И там стало плохо, завезли его на ФАП подлипки Там дала укол, и он сразу скончался Каб не покидаць мать и одну, вернулася з города до дому середняя дачка Училась в Гродно Умер, умерла, это умерла, али разводов не было Ну, может, там, кто там делал из грошей, али так, как никто не знал Життё было іншим, може, и больше теплым, али на дятей – багатым Меньше 4-5 не было А то 7-8 и 10 А теперь одно-двое, альба вогуля У самой Ядвиги Станиславовны три дачки Ёсь для кого жить? Приезжают ко мне в субботу, ну, приезжают, помогают тут Ну, и отсюда берут себе дома, что как же, как же там проживут Да помогает, чем может, не сядить без працы Занялась вязать носками Вот вчера начала, один связала Ну, не будем мне такому-другому оденять и будем ходить Ну, теплее Раньше я и свитера вязала, и такие безрукавки Ну, и... А теперь никому это не надо Чтоб всё, я нау, старелая У кожная зиха своя отдушина И поколь Ядвига Станиславовна рупится над створением новых шкарпетков Янефа Вацлавовна отдае первого книгам Я вообще люблю книжки Даниэл и Стил Да, но это такие жизненные книжки То есть у меня каждая книжка житейская То есть её, в принципе, книжки я все прочитала Все новинки, все теперь у нас есть передвижное отделение Библиотечный пункт ездит тоже по деревням Поэтому я у них тоже теперь ещё читаю Они приезжают по старой дружбе, привозят мои лучшие книжки Вернувшись а жить у вёску, Янефа Вацлавовна поменяла профессию технолога по працовце металлов Пайшла працаваць у библиотеку Я сначала работала сельским библиотекарем, потом мне добавили школьную библиотеку Я работала ещё и в школьной библиотеке Когда библиотеку закрыли, мне адельский сельский совет предложил работу начальником отделения почтовой связи Гот працавала на поште А коли и тою зачинили, знов пришлось ошукать, где знайти себе применение Я обратилась в колхоз и меня председатель Нилько Виктор Павлович взял на работу лаборантом На подлибскую ферму молочно-товарную Я проработала там полгода И потом меня перевели с зоотехником-селекционером на комплекс Стародубовую молочно-товарный комплекс «Ласточка» Теперь я работаю с зоотехником Уже работаю больше двух лет Ну, вроде бы работа нравится Житёвые виражи могут быть розными Люди хуторские, любой работы не боятся, да и працавать умеют Житё навучило их сподеваться на перш на сябе Урэште, что напрацуешь, то я с тобой и будя Ну вот, из хозяйства у нас на сегодняшний день Кролики, курочки, ну и две слин Коровы мы уже не держим, потому что теперь тяжело, как одиноким женщинам, лежать к корову Ну, собачка, котики Собачка одна, пока что А котиков много Тут на хуторы, яки увёзцы, немахчыма себе уявить житёв без домашних из подарки У нас порода, они самые такие обычные кролики Никакие они породистые, потому что породистых кроликов надо прививать, надо за ними уход какой-то, но у нас они обычные, то есть просто вот так Да, выращиваем кроликов, потом их убиваем и едим А кто убивает? Ну, приезжает швагер из города, это мужская работа, конечно А шкурки теперь не востребованы, никому не нужны, поэтому закапываются и всё Трусы на гэтым подворку водилися заусёды Тому, певно, до такого диетичного почастунку на хуторы усе уже давно призвычайлися И, как бы гэта не было дивным, али навод у тутайших гостей оно не вельми, что запотребованное Это мясо тоже не очень востребовано Востребована свинина, а диетическое мясо как-то, ну, не очень хотят есть Так, изредку Дарычи на свободу птушки, не глядячи на то, что месца вакул хапая, николи не выпускаются На хуторы гэта робить оказывается небеспечна Зимой мы их не выпускаем и летом, они у нас закрыты на этом Потому что тут ходят лисы, и как-то у нас был один год, что за один день пропало 14 штук Поэтому мы их так берегем А вось до курей лисы не такие ласыя Куры гуляют сами по себе, несутся, их нас тоже не очень много Ну, только чтоб себе яйца, потому что куда-то там их продавать, или шута мы этим не занимаемся Усе, что есть на хуторы сёння, кожна с господарчых будынин пабудавана руками ягу перших насельников Умели их это робить, хапила на некольки поколения Колодец копал дед Вода у нас, ну вот так, из колодца Все сараи, все эти погребы, это всё построил дед В сарае когда-то была корова держали, то есть сена заготавливают там много Ну, сейчас это уже нам не по силам, потому что две женщины, мама уже старенькая, тяжело Поэтому, ну, остались только семенки Вядомаш, трымать сёння великую господарку им не по силах, да и потреба у тымняма А вось без домашних нарыхтовок не обыстисья по ранейшему Тут мои закатки, которые я летом поставила, скажем так Я ставлю много, чтобы хватило и детям взять, ну и себе тоже Я ставлю очень много салатов всяких То есть я люблю салаты, они как-то хорошо расходятся в маленьких баночках Ну, всё даже в банке сарцы, компот, перец, ну, шут Грибы даже, вон, поставлено в том году, солянки, варенье, всё Усё своё на гэтым хуторы Различна на то, якаб можно было жить, нават не выяжджаючи за яго межи Про усё поклопатилися хуторские протки сёнешных насельников Когда-то, когда дед купил хутор наш, вот это вот был старый дом его И он поставил крест У нас у католиков просто такой обычай, что когда человек умирает, его приносят вот сюда, вот к этому кресту Когда отправляют его в последний путь То есть в деревне есть, посреди деревни там где-то крест, а у нас, ну, вот этот вот, ну Покидаючи свою землю, многие их протки уже побывали для гэтага семейнага крыжа Земля деда была вот аж до того леса, вон туда Вот это вот межа, то есть, скажем, там уже соседский хутор Там теперь никто не живёт вон в том доме Там умерла бабка жила И вот наша земля была вот так, до того леса И вот отсюда, аж до той дороги Некольки покаленья узменилася на гэтай земли Аднак паранейшаму тут живуть представники одной сямьи Протягваючай традиции, не забываючай про минуле Дед посадил сам сад вот этот вот Он, наверное, его посадил в 54-м году, наверное А тут уже потом посадили молодой сад Ну, ему, наверное, лет 15 вот этому молодому саду Выкопали озеро Вот это вот озеро такое Ну, сначала было маленькое А потом вот расширили туда дальше Ну, и есть лодка Можно летом поплавать Сейчас она зимой вот так выглядит То есть Приезжайте летом Гастям на хуторы наилепш летом Им же, хто живет тут стало Гэтые краявиды у любую пару года самые милые Я когда вот приезжала в Сорше сюда домой Когда жила еще там Я приезжала, у меня здесь даже Вот воздух, мне то все пахло Настолько вот Ну, я люблю свой хутор Для ее хутор не просто место жихарства Тут уся история ее сямьи Ее можно бачить, отчувать И наводь спробовать добавить у тоя Что так им клево меняется, нечто свое Вымирает уже дедов сад Потому что они становятся вот такие, какие-то Ну, старые яблони Поэтому Приходится их потихоньку выпиливать Где-то какую-то вот разломает Ветром какой-то там буря или чем Ну, и осталось совсем их уже немного Пылно, коли живешь на земле своих протков Минулое заусюды побачь с тобой Яно, як частка твоя Як живы напоминок про тое, что забывать нельга Это польская граница И за этой границей находится деревня Новодель Которая принадлежат наши хутора Ну, то есть, вот тут еще один лес За этим лесом там такой еще небольшой лесок И там вот именно уже граница Там еще один хутор был Он, дом там сгорел на хуторе, его уже нету Суседжев и ранее было небагато Тяпер яшче меньше Там купили на дачу два хутора Когда вот вы приезжали сюда к нам Две молодые семьи Ну, они там тоже не живут пока Только так приезжают, типа, как на дачу Ну, и все И ближайший сосед – это деревня Вот этот вот дом, в который вы приезжали Там еще есть хутор Новодель Талочка Но по расстоянию, то есть до Талочки вот так И туда к деревне, то есть одинаковое расстояние То есть где-то около километра Оказывается, можно жить и без соседей Для когостей это дивно Для их привычно Не страшно И совсем натурально Нормально нам без соседей Вы знаете, что Я, например, не представляю себя так вот Жить в деревне, где вот это твое А тут курица зашла Тут кто-то тебя соседей ругает То есть, ну, вот так как-то Мы всю жизнь привыкли без соседей Как-то раньше нас спрашивали Вам не страшно жить на хуторе? А я, например, считаю, что страшнее, наверное, в городе к подъезде ночью Чему нас нахуй И все же минусы у хуторского життя так сама есть Вы знаете, что я как-то не знаю таких минусов То есть вот минус зима То есть если заметет дорогу Ты утром встаешь и не знаешь, есть ли дорога или нет Ну, с этим как-то справляемся Потому что звонишь сразу как-то в колхоз То есть, ну, просишь там диспетчера Или там конкретно там завучастком Что вот нас задуло, нас нужно откопать Ну, технику присылают по мере возможности Ну, стараются очень быстро То есть потому что знаю, что может там прийти скорая Может привезти газ И так доехать Я как езжу на работу То есть с этим проблем нет Жанчины на хуторе призвучаялися Сами выращать усе питанье и проблемы Яны заусюды готовые до любых несподзяванных ситуаций А яны тут стараются розные Лесные животные приходят к нам в гости Иногда приходят лисы Поэтому нужно сторожить кур Коршу налетают, тоже могут их схватить Однажды я выезжала утром Здесь стоял большой олень Да, и кабаны тоже У нас здесь вот была посажена кукуруза И кабаны дикие тоже Когда охотники приходят Когда у них там сезон, они их гоняют, стреляют То прямо они так вот целой стаи могут пробежать По нашей территории Аддаленность от везки, от людей Дыктуя свои умовы проживания Тут свой, отметный ладжиття Ты, кто все это примает, как належно Хутор дякует, чем может Чистым поветром Житом у суладзи с природой И моцным здоровьем У нас сейчас это не так и мало Вы знаете, что я когда вращалась в поликлинику Как-то у меня врач спросил Потому что на карточках сейчас стоят какие-то буквочки По-моему, на моей карточке стоит буква Д И у меня врач спросил А вы в самом деле такая здоровая Или очень не любится врачей Я говорю, я в самом деле здоровая Я живу на хуторе, дышу свежим воздухом И практически не болею В общем, я живу на хуторе, дышу свежим воздухом Я живу на хуторе, дышу свежим воздухом